На территории Белоглинской центральной районной больницы состоялось открытие диагностического корпуса поликлиники, отремонтированного здания бывшего детского соматического отделения больницы. В важном и значимом для медицины событии принял участие глава района Александр Коклин. Меценатами проекта выступили герои труда Кубани Петр и Сергей Данчины. Работы выполнены на сумму около 22 миллионов рублей. Для главы района и Петра Данчина, исполняющей обязанности главного врача Игорь Сырых и заместитель по медицинской части Татьяна Перминова провели экскурсию по новым светлым кабинетам. Новое здание станет вторым корпусом поликлиники, в котором объединится множество диагностических кабинетов, соответствующих современным стандартам и нормативам. Это будет второй корпус поликлиники, в нем будет располагаться ультразвуковой кабинет, дневной стационар поликлиники, кабинет эндоскопии, также физиотерапевтический кабинет. В ходе капитального ремонта здания было предусмотрено оборудовать его пандусами и поручнями по программе «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ремонте использовались современные материалы. Здание оборудовано туалетами, душевой комнатой, системами вытяжки и вентиляции, противопожарным оборудованием. Было здание мрачное, сейчас заходишь, белые стены, светлые, широкие, просторные. Глава района поинтересовался у Игоря Сырых, будет ли обеспечено новое отделение специалистами. Главврач заверил, что кадры есть, они прошли обучение и готовы приступить к работе. Александр Коклин выразил уверенность, что теперь будет комфортно работать не только медицинским работникам, но и скорее будут идти на поправку жители района, обратившиеся за медицинской помощью. Сегодня здание получило второе рождение. Поэтому, конечно, я не сомневаюсь, что здесь будет комфортно работать и медицинским работникам, и, конечно, здесь быстрее будут вылечиваться жители нашего района, которые, к сожалению, все равно будут обращаться сюда. Современные материалы, светло, чисто, освещение, по-любому, все очень замечательно. Конечно, я очередной раз благодарен Петру Георгиевичу, руководителю собственников группы компаний «Аметист», за то, что в очередной раз принял решение помочь нашему жилохранению, жилохранению нашего района, в целом, конечно, крайне. Несмотря на то, что здание было ветхим, после ремонта ему позавидуют даже современные городские центры. Посмотрите, как раньше строили все стены толщиной. Ну, конечно, сегодня все современные материалы, они еще больше утепляют, больше будет здесь тепла, а летом сама их будет прохладно. В больнице остро стояла проблема с эндоскопическим отделением, так как для него попросту не находилось места, а старое не соответствовало санитарным требованиям. У нас проблема была с эндоскопическим отделением, потому что ее не было места. Старое место, где здесь было, оно по Санпиновне приходило. Туда мы перенесли, там хирургическое отделение, там тоже не совсем правильно. Вот здесь сделали просто отдельное отделение, эндоскопии, здесь будут проводиться процедуры. Здесь отдельные кабинеты врачей и медперсоналов, отдельно помывочные. Также решен еще один важный вопрос с актовым залом. Негде было собраться, провести совещание, проводили в коридорах. Благодаря Петру Георгиевичу, группе компании МТИС у нас наконец-то есть актовый зал. Здесь установлено уже, получено оборудование для видео с электронных совещаний. И здесь будет комфортное кресло. То есть, будет очень удобно проводить облоненное совещание. Глава района отметил, что теперь у медиков появилась прекрасная возможность проводить конференции в комфортных условиях. С наступлением весны Петр Даньшин предложил на территории ЦРБ навести порядок, провести субботник с привлечением медперсонала, работников компании МТИС и администрации. Меценат пообещал обеспечить субботник машиной для поливания цветочных клумб. Глава района поблагодарил руководящий состав строительной бригады за короткие сроки и качественное выполнение работ. А медработников призвал бережно относиться к имуществу. К нам поступило новое оборудование. Вот яркий пример. Теперь я благодарен, опять же, герою труда Кубани Данчину Петру Юрьевичу, герою труда Кубани Сергею Юрьевичу Данчину за то, что они и дальше не останавливаются на этом. Они сейчас приняли решение отремонтировать жировскую поликлинику и жировскую поликлинику и вот это здание оснастить современной мебелью, оборудованием. Поэтому, конечно, в очередной раз огромное спасибо. В завершении встречи Петр Данчин пожелал землякам здоровья, но если вдруг такая необходимость возникнет, то лечение проходило в комфортных условиях. Больница – это хорошо, поликлиника – хорошо, но всем здоровья, чтоб меньше болели, чтоб меньше сюда приходили, но если нужда коснется, чтоб пришли в нормальное место, чтоб нормально полечили и быстро выздоровели. Средства на ремонт здания поликлиники в размере 25 миллионов рублей уже выделены. Со строительной бригадой подписан договор и в ближайшее время работы уже начнутся. Взрослая поликлиника вот рядом с нами, она тоже внутри требует ремонта и может быть немножко косметического снаружи. В здании взрослой поликлиники тоже нет лифта, поэтому принято решение установить и лифт, который будет в современных материалах сделан. Здесь еще находится рентген-кабинет, но там тоже нужен ремонт, а там соответственно все эти требования, условия, которые там и свинцовые, и двери, и пластины, и много чего там специфичного оборудования. Ремонт поликлиники планируется завершить к международному женскому дню 8 марта.